я готов все у нас каналы связи подключены шалом все установлено все работает все молодцы кто пришел на урок все молодцы жизнь такая как нас учил раф шаломару что минимальные страдания они если принять с радостью они помогают избежать больших страданий поэтому вот видите позже начали что-то там она не включалась все отлично пострадали чуть-чуть все молодцы итак дорогие друзья 76 урок книги сад благодарности нам раф шаломаруш объясняет как все работает вот смотрите мы вчера с одним моим другом общались он изучает кабалу как раз он изучает кабалу и он рассказывает вот как там какие-то каналы сфер от и так далее то есть как работает вот вот тот вот мир я могу это знаешь вот у меня я благодаря тому что он это описывал я говорю меня другой подход у тебя например пользователь компьютера я не знаю как работает программирование я не знаю как работает внутри компьютер но я умею им пользоваться или машины например да я не знаю как устроена машина но я знаю как на ней ездить и то же самое вот в торе вот ему очень интересность люди ученые им интересно из глубины как как работает вот эти все законы там химия физика духовные законы а мне интересно как этими законами пользоваться чтобы правильно жить понятно да и вот здесь сегодняшний урок раф шаломаруш он нам объясняет все таки как работает законы он нам говорит смотрите я вам сейчас объясню как работает вот этот вот как работает благодарность на глубоком таком духовном уровне он говорит всевышний он создал этот мир двумя качествами есть качество суда есть качество милосердия то есть это два главных таких в мире две главных силы возьмем это строгость и любовь или милосердия и суд или там мужское женское да тоже есть в этом что-то да что женское вроде такое оно мягкое милосердное а мужское ну такое жестко или наоборот бывает тоже теперь но всевышний когда создал мир он его создал из любви но была включена и любовь и была включена что дин суд милосердие о суд как работает суд то есть чек делает что-то неправильно и значит сразу получает наказание второй раз делает неправильно сильнее наказание третье раз сильнее наказание и не человека и вот когда он включил мир по по суду то мир не мог устоять потому что люди так устроены когда есть свобода выбора и всевышний так специально сделал чтобы было честно да чтобы был действительно равный выбор между добром и злом и когда у тебя есть равный выбор между добром и злом и ты выбираешь добро в этот момент тебе положена награда то есть всё логично, все понятно. Если бы не было выбора именно равноценного между добром и злом, за что положена награда? За то, что ты там не прыгаешь. Ну, то есть, понятно, да, чтобы была награда, нужно, чтобы был честный выбор, честное соревнование. И что получается? Это, знаете, как если человеку предлагают, что ты выбираешь? Миллион долларов, сто лет жизни, здоровой жизни, веселой, или там умереть в бедности, в страдании и вообще в мучениях. Ну, понятно, что здесь это не выбор. Это понятно, что человек выбирает долгую жизнь, благополучную, деньги, здоровье, семья. Где здесь выбор? Плохо и хорошо. Понятно, человек выберет хорошо. А если ему поставят выбор так, вот смотри, ты или вот тебе там деньги и быстрые деньги, и легкие деньги, а вот тебе быть честным, воздержаться, и может быть, ты получишь за это награду от Всевышнего. И вот тут человек думает, так, это равноценно. Знаете, как есть анекдот такой, когда один писатель, он хотел стать известным, прямо хотел, ну, мечтал стать известным писателем. И к нему как-то приходит сатан, дьявол, приходит к нему и говорит ему, смотри, я предлагаю тебе сделку. Значит, сделка такая. Ты, твоя следующая книга продастся тиражом 25 миллионов книг, ты заработаешь 25 миллионов долларов, ты станешь суперизвестным писателем во всем мире, станешь признанным, Но тот спрашивает, а что вместо этого, что с меня? Он говорит, с тебя умрут все твои родственники. Тот сидит, думает, думает. Тот ему сатан говорит, что думаешь? Он говорит, я не могу понять, где здесь подвох. Должно быть равноценным. Он говорит, а мне, я, конечно, согласен. То есть, должна быть равноценность. Вот если бы ему предлагали тут там 25 миллионов долларов, а тут и вот мы видим здесь, что вся духовная часть, в которой живет человек, духовная часть, она потому и называется духовная, что она это вопрос веры. И вот тут к этому он нас и ведет. Он говорит, если бы мир был, если бы мир был, значит, устроен в милосердии по мире суда, и сразу же люди бы получали наказание, то что тогда, то не было бы никакого выбора. То есть, человек или умирает от того, что он сделал грех, сразу умирает наказание, или второй вариант, если он точно знает, что любой его шаг, он его приведет к смерти, то у него нет свободы выбора. То есть, у него нет свободы выбора выбрать добро в равноценном выборе. То есть, в любом случае, это неравноценный будет выбор, и тогда человек не сможет выбрать добро, и тогда Всевышний не сможет ему дать награду. То есть, тогда это будет мир роботов. Поэтому, тогда, что сделал Всевышний, он добавил меру милосердия. Он говорит, хорошо, я тогда так делаю. То есть, меру суда отменить нельзя, потому что на вот этом вот законном причинно-следственном как на причинно-следственных связях построена вся система. Не может быть системы случайной. Система, она построена по суду, иначе это не система. Система это, если ты делаешь А, ты получаешь Б. Это система. Теперь, но если система включена, мера суда, если ты делаешь действия против Всевышнего, грех, ты получаешь сразу смерть, там неприятность, тогда теряется свобода выбора. И что сделал Всевышний? Он, сохранив систему наказания, да, за неправильные действия, то есть, мера суда, он добавил туда временной фактор. Милосердие, оно откладывает наказание. То есть, человек делает какое-то преступление, совершает грех, неправильный поступок, Всевышний ждет и дает ему микродозами, дает неприятности для того, чтобы человек проснулся. И Всевышний дал еще такой момент, что так как мы люди, Творцы, а как мы все творим? Словами. То мы можем, когда мы осознали, что мы в прошлом поступили неправильно, мы можем сделать то, что называется раскаяние. Раскаяние, тшува, и мы можем совершенно спокойненько вернуться в свое прошлое и сказать, я вот на том повороте, конечно, не туда свернул. Спасибо, что я сейчас это понял, спасибо Всевышний, что я сейчас это понял. Я никогда больше бы не повторил такое ужасное действие. И в будущем я так делать не буду. Все. Это называется раскаяние. И вот Всевышний таким образом сделал мир, сделал мир. Теперь, что нам говорит раб Шаломару здесь, да? Значит, Всевышний продолжает поддерживать существование мира, не смиря на то, что все пребывают неизменно в величайшем заблуждении, в гордыне и опьянении собственными достижениями. И в соответствии с мерой строгого суда заслуживает самого худшего, избавив Господь нас от этого. Творец терпеливо ждет, пока понимание веры понемногу не раскроется и не распространится в мире. Значит, и что ждет от нас Всевышний? Если мы, значит, если человек это понимает, и он, а как ты можешь это понять? Ты не можешь это понять. Ты можешь в это или поверить, или не поверить. То есть, вопросы связи со Всевышним, это вопросы веры. То есть, человек живет в мире своей веры. То есть, или ты веришь, что оно вот так работает, или ты веришь, что оно работает по-другому. Но любая идеология, любое мировоззрение, любое отношение к жизни базируется на вере. Теперь, со Всевышним можно соединиться только через веру. И вот, когда человек верит вот в эту всю концепцию, у него тогда включается вот эта сила благодарности, которую объясняет Раф Шаломаруш. Он говорит, смотри, если ты тогда включаешь благодарность за все, то есть, ты понимаешь, что мера суда это абсолютное милосердие, призванное привести мир к цели, ради которой он создан, полностью прилепиться к Творцу. Единственное, что отделяет человека от Творца, это гордыня. И тогда получается так. Значит, он пишет, вот учение открыто мне Всевышним тогда в поле. Тот, кто живет по принципу благодарения, живет на том чудесном уровне, где по замыслу Творца все мы должны оказаться. Он следует первоначальному замыслу Творца, чтобы все люди жили по мере суда. И нужно сказать, когда человек получает небольшой удар, следует сказать, спасибо тебе Господи за этот удар, призванный напомнить мне, что я ничто, что меня нет, что нет ничего кроме тебя. Я страдаю, спасибо тебе Господи за эти страдания, я полон страстей, спасибо большое за страсти. Все это мне указывает на мою гордыню, на мои какие-то ошибки, и я понимаю, что это и есть твое милосердие ко мне, что я сейчас это осознаю и понимаю. И вот в этот момент происходит какой-то чудесный, то есть человек выходит на уровень связи со Всевышней, который является целью мироздания. Значит, все, вот это то, что он нам хотел сказать. И приводит он одну историю, как был один еврей в Иране, который в Иране потерял все деньги. Потерял он все свои деньги, он вложил деньги в недвижимость, кстати, очень интересная история, потому что у меня несколько моих друзей в Украине также потеряли деньги, как вот эта история один в один. Значит, они зарабатывали деньги в разных бизнесах, и потом они, когда заработали деньги, они вкладывали деньги в недвижимость, входили в бизнес недвижимости. Причем тут очень интересно вот такая вот прослеживается связь, что Сайф Салмон, мы учили в Мишле, он говорил такую вещь, он говорил две вещи, я всю жизнь просил у Бога. Две вещи, первая, шавэдвар казавар хэкмимэне, пустой, лживо отдали от меня, вторая, это рашваушер альти тенли, бедность и богатство не давай мне, и трефэни лэхэмхути, накорми меня законным хлебом. В этой истории не написано, сколько было этого иранца денег, но он взял все деньги, вложил в недвижимость и рынок недвижимости рухнул. Я в Украине знаю несколько людей, которые тоже зарабатывали где-то, вкладывали в недвижимость, брали на недвижимость большие кредиты, чтобы больше купить. То есть заработок на недвижимости он базируется на том, что если ты, например, вкладываешь 10% от стоимости недвижимости своими деньгами, 90% берешь в банке, а потом недвижимость растет, например, в цене хотя бы на 10%, то ты заработал уже 100% на вложенные деньги. Потому что если ты, ну вот, например, недвижимость стоит миллион долларов, человек накопил 100 тысяч долларов, он берет, 100 тысяч вкладывает, 90% берет в банке кредит, потом цена на недвижимость за год выросла, например, на 20%, значит, он продает за миллион 200, и он заработал 200 тысяч. У него было 100 своих, и он заработал, 100 вернул своих, и еще 200 заработал. То есть он заработал, в три раза умножил свои деньги. Было 100, стало 300 своих денег. Понятно, да, идея? Поэтому люди, которые зарабатывали деньги, думали, как их умножить. И они, значит, шли в недвижимость. И вот тут этот ранец в этой истории потерял все свои деньги на недвижимость, потому что если цена падает на 10%, то тебе уже нечем платить за кредит, и когда ты продаешь за 900 тысяч, то все 900 тысяч забирает банк, и у тебя не осталось ничего. То есть если цена упала на 10%. Если цена поднялась на 10%, то ты заработал в два раза больше, чем у тебя было. И вот, значит, в этой истории человек, который потерял все свои деньги, он скрывается от кредиторов в Иране, и его мама дарит ему книгу «Сад веры». Есть у него книга «Сад веры» и вот это «Вторая сад благодарности». И она ему дарит книгу «Сад веры». А там написано, что если 40 дней подряд идти в поле по часу молиться, и по часу проводить вот эту уединенную молитву связи со Всевышним, и благодарить его за все, что есть в жизни, благодарить и рассказывать, чего тебе не хватает, то происходит чудесное исцеление. Только надо 90% времени благодарить, и только 10% говорить о том, что тебе не хватает. И вот этот иранец, он начал так делать, начал он так делать, и прошло уже 39 дней, и ничего, ничего, цена на недвижимость как упала, он банком должен, значит, все. И он уже в 39-й день был уже на грани отчаяния, но все равно пошел, провел эту уединенную молитву, и тут его разыскивает мама, тебя кто-то ищет, и твоих партнеров бывших, в общем, ему предложили выкупить всю его недвижимость и так далее. В общем, он половину денег вернул, потом он стал, еще 40 дней он молился, у него что-то еще произошло чудесное, еще 40 дней он молился, и у него, значит, жизнь наладилась, он приехал тайно из Ирана, очень тяжело приехать в Израиль, тайно приехал к Кравшалу Марушу, чтобы его поблагодарить, что благодаря его вот этой вот системе произошли с ним чудеса. Значит, действительно могу сказать, что с точки зрения теории понять, как работает, это важно, но если вы практикуете, вот у нас сегодня 76-й урок, если вы 76 дней подряд практикуете благодарность за все, что есть хорошее, то ваш уровень счастья должен зашкаливать, просто зашкаливать, потому что каждый раз, когда вы благодарите за хорошее, то вы наполняетесь этим хорошим, вы наполняетесь все свое тело радостью от благодарности. Если вы начинаете благодарить за плохое, это второй уровень, это уровень уже high level, это профи уровень, да, потому что за хорошее, в принципе, не благодарить, Не благодарить за хорошее это преступление Быть неблагодарным Благодарить за плохое это уже уровень веры Вот только тут проявляется вера во Всевышнего Когда ты благодаришь за то что кажется тебе плохим И веришь что это все к лучшему И Всевышний тебя открывает Где тут твое исправление Как оно тебе к лучшему Хорошо Теперь кто это уже практикует Он наверняка получил много чудес Я читаю ваши кстати Прям реально я плакал несколько раз У меня прямо такой Знаете как Бывает что плачешь И тракшутное верите Расчувствовался Я вот читаю думаю Какое счастье что мы изучаем эту книгу Сколько у людей в жизни происходит таких событий Которые многие не замечали раньше Выздоравливают Например человек который начинает заболевать И вместо того чтобы Как раньше погружаться в трясину Негатива Люди начинают благодарить И выздоравливают там за день Вместо 10 дней То есть много таких случаев Прям специальные Ситуация когда что-то в жизни происходит плохое И человек вместо того чтобы сразу впасть в стресс И в негатив Они наоборот Благодарят Всевышнего И видят спасение То есть оно приходит И если бы не было благодарности Они бы его не заметили То есть это очень-очень важно Как оно работает Вот эти все теоретические Даже сегодняшние исследования Они Ну они что-то добавляют безусловно Но мне например Мне важнее практика Поэтому мы сейчас перейдем В предпоследний урок В книге вот этой вот Gratitude Gratitude Формулы Stories and Insight Это такой американский подход Мне наверное поэтому она нравится Что здесь практические упражнения И здесь он дает Очень мощное практическое упражнение Как благодарность усилить во много раз Как эффект от благодарности усилить во много раз Называется 7.6 глава Значит ассоциируйте Ну то есть свяжите внутри ассоциации Gratitude Благодарность С Happiness Со счастьем С Joy Joy это как удовольствие Bliss Благословение Ecstasy Ecstasy And Эйфория И эйфория Значит он говорит такую вещь вначале Что Когда человек благодарен Он чувствует себя хорошо Но насколько хорошо Он говорит Здесь есть Как бы шкала такая Бывает что очень хорошо Бывает что Просто хорошо И Он говорит Как усилить уровень Счастья От благодарности Он говорит такую вещь Что Ученые доказали Уже провели исследование Что Наши эмоции Эмоции человека Они очень сильно связаны Со словами С тем что человек говорит И думает И каждое слово Которое человек произносит Оно Если замерять Уровень электро Какими там Ну приборами Которые Которые считывают Импульсы в теле Очень тонкие То каждое слово Которое человек произносит Оно Или его Расслабляет Или напрягает То есть Идет разный Разный импульс Эмоциональный В зависимости от слов И здесь он нам Говорит такую вещь Что Если Если Вот он пишет Эффективность Эффективность Того Насколько ты Испытываешь Уровень благодарности Зависит От слов Которые мы Говорим И которые Влияют на Наши эмоции Теперь Он нам предлагает Сделать упражнение Которое Он говорит Вот сделайте И вы увидите Что так оно работает Соедините Благодарность С Другими Позитивными эмоциями When you feel grateful Когда вы Чувствуете Благодарность За что-то То скажите Или подумайте Я Грэйф Я Благодарен За это И добавьте I am happy That I am grateful Я счастлив Что я благодарен Он говорит Свяжите Вот так вот То есть Словами Свяжите В мозге Создайте Новую схему Чтобы благодарность Она вела напрямую К состоянию счастья Happiness На русском Это звучало бы так Что Я благодарен За то Что у нас Такой прекрасный урок И я счастлив Что я благодарен Понятно Это на русском Так звучит Теперь дальше Joyful Как я понимаю Слово joy Это удовольствие Такое joy Это удовольствие Радость даже Радость Больше радость Чем удовольствие Ассоциируйте Радость Со словом Благодарность Как Когда вы Чувствуете Хорошо По поводу того За что вы Благодарны Скажите Следующие слова Благодарность Happiness Счастье Joy Радость Bliss Благословение Эйфория Экстаз Эти Шесть Слов Которые Ваш Мозг Ассоциирует С хорошими Чувствами То есть Это самые Такие Яркие Хорошие Чувства И он Говорит Начните Строить Силу Вот этих Слов Их Соединять Чтобы эти Слова Они Соединялись Друг С Друг В голове У вас И каждый Раз Говорите Это Спокойно Медленно Чтобы Они Там Срослись Эти Слова И Чтобы Эти Эмоции Соединились Тогда Вы Наполните Эмоцию Благодарности Вы Наполните Еще и Счастьем Радостью Благословением Экстазом И Эйфорией Каждый Раз Когда Вы Чувствуете Благодарность Добавляйте К этому Благодарность Счастье Радость Благословение Экстаз Эйфория Например И он говорит Таким образом Вы можете Усилить И наполнить Чувство Благодарности В своей Нервной Системе Более Яркими Красками И Ваш Уровень Ощущения Благодарности Будет Намного Сильнее Вот Это Мне Понятно Как Работает Это Понятно Это Можно Использовать Только Это Нужно Обязательно Натренировать Вот У меня Сегодня Заканчивается Челлендж 365 дней Я приседал Каждый день Ни дня Не пропуская Год Я приседал 1 января Прошлого года Сделал Один раз И добавлял Вначале По одному Разу 30 раз Приседал 30 января Потом Добавлял 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 Довел Так до 250 раз Сделал 10 подходов День По 25 раз Потом Я понял Что Это Мне уже Тяжело То есть Миноди Не восстанавливаются Я И вот Я приседал До конца Года По 100 раз В день Сегодня Я хочу Закрыть Год 365 раз Присесть Это у меня Будет Сегодня Я видео Сделаю 7 подходов По 50 раз И еще 15 Значит Сделаю 7 подходов По 50 раз И еще 15 И следующий Год Буду Приседать Уже По 100 раз В день Уже Как бы Для меня Это норма Это отлично И добавлю Еще 3 челленджа 3 челленджа То есть Когда вы Хотите Что-то Внедрить Себя Понять Это Только Важно Это только Первый шаг Что-то Понять Захотеть Это второй шаг Вау Хочу Третий шаг Это встроить В нервную систему И здесь Нужно Начинать Вот Именно Использовать То что Называется Тини Хэббит Такие Маленькие Привычки То есть Начать По чуть-чуть Поэтому Я вам Очень советую Прям Сделайте себе Напоминалочку И когда Вы Благодарны Вы Говорите Я благодарен Я счастлив Что я благодарен Я испытываю Радость Просто себе Как аутотренинг Я испытываю Радость Я испытываю Удовольствие Я испытываю Благословение Эйфорию И экстаз Если Это же сказать Ровно Занимает Десять секунд Но когда Вы Каждый раз К своей Благодарности Добавляете Вот эти Остальные Пять слов И вы Концентрируетесь Вы как бы Смакуете Как люди Которые Вино пьют Значит Смакуют Они Нюхают Вино Они там его Находят В нем Вот очень похожая Метафора Когда люди Вино дегустируют Они говорят Да чувствую В нем Нотки Такого Вот почувствуйте Каждый раз Благодарности Нотки Радости Нотки Счастья Нотки Нотки Благословения Да Потому что Благодарность Если что-то Мы за что-то Благодарим В этом есть Благословение Безусловно Нотки Эйфории Вот прочувствуйте Как пошли Гормоны Пошли То есть Благодарность Она вызывает Химические Биохимические Процессы Когда начинают Выделяться Гормоны Гормоны Счастья Дофамин Серотонин И так далее Вот почувствуйте И на фиксации Этого Что я испытываю Эйфорию Я испытываю Экстаз Экстаз То Когда вы это Сделаете Вот Сто раз У вас Действительно Внутри Уже Соединится Новая Нейронная Сеть И Не достаточно Сделать Один раз Не достаточно Два Сделать Да Вот Отлично Да Отлично Видите Это работает То есть Важно Менять себя Постепенно По чуть-чуть Менять себя И благодарность Я вам скажу Для меня Это самое ценное Из всего Что я нашел Ценнее чем Приседания Ценнее чем Все остальное Потому что Я чувствую Насколько Действительно Жизнь Приобрела Другие краски Я очень благодарен Рафшалу Марушу Прям невероятно Благодарен Счастлив Что я благодарен Радостен Что я благодарен У меня есть Экстаз От того Что я благодарен Эйфория И благословение За то Что он нам Действительно Открыл В этой книге Что тот Кто Каждый Кто будет Искренне Следовать Путем Благодарения Увидит Что в его силах Совершить чудеса И смягчить Все приговоры И это главное Служение От которого Зависит Общее Личное Избавление Искоренить Нытье И неблагодарность Работать над Благодарностью Благодарением И прославлением Всевышнего Тогда все Будет исправлено И мы Достоимся Совершенного Избавления Избавление Зависит от Благодарения И на этом пути Оно может стать Весьма легким И приятным Это самый приятный Путь к улучшению Жизни Все Вам спасибо Огромное Что вы присутствуете На уроках Я испытываю Счастье От того Что я благодарен Сразу надо Вот как вы нашли Что-то Нужно зафиксировать И сразу Несколько раз Применить И завтра И послезавтра И через 30 дней Будет все хорошо Все дорогие друзья Вам спасибо И чтобы Год 2023 Мы благодарны За все его уроки За все события За все Те Даже негативные События Которые нам позволят Еще сильнее Оценить И отблагодарить За прекрасный 24-й год Который мы верим Что Всевышний добрый И мы верим Что будет все хорошо И в заслугу нашей веры И благодарности Даже за плохое Действительно Будут чудеса И 24-й год Станет годом мира Годом здоровья Годом благополучия Годом счастья Для каждого Участника уроков Для всех ваших семей И для всех Хороших добрых людей В мире И для всего мира Все Благодарность за прошлое И вера в будущее Это самые важные Мне кажется Инструменты Для улучшения жизни Все Хорошего года Спасибо вам И встречаемся С Божьей помощью Завтра До побачення Счастливо Ветраот Пока Счастливо 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 Счастливо